Лесное царство Сарова, парк культуры и отдыха торжественно открыли 28 июня 1948 года. В первое десятилетие работы парка здесь появился летний кинотеатр на 524 места, кафе и лодочная станция, расположенная на берегу реки Сатис. На поляне под Ивой стоял небольшой домик, в нем сидел кассир и продавал билеты. Оплата за катание на лодках была почасовая. На зиму лодки ставили вэлинг. А вы знали, что в 60-е годы на центральной аллее парка был памятник Владимиру Ильичу Ленину? Да не простой, а золотой. Ну, точнее, будет сказать золотистый. Сотрудники парка каждую весну окрашивали его бронзовой пудрой. Окружен постамент был круглой пышной клумбой, которая как раз-таки за моей спиной, а украшали ее ярко-красные цветы сальвии. О животном и растительном мире парка Нижегородского края и соседней республики Мордовия повествует экологическая тропа. По этой тропе можно отправиться в настоящее интерактивное путешествие, поскольку помимо информации на стендах разместили еще и разные задания. Это одна из наибольших фишек. Как бы мы считаем, вот этот вот природный ландшафт, который максимально сохраняется, практически не изменяется, несмотря на то, что у нас прошла масштабная реконструкция. Но, по-моему, получилось сохранить его практически неизменно. Можно сказать, что если не знать, что реконструкция на самом деле была, можно сказать, что изменений-то и не было. Да, мы только получили новое общественное пространство». Первой достопримечательностью парка, появившейся здесь с момента открытия, была танцевальная площадка. Эхом по парку разлеталась живая музыка, которая едва ли хоть кого-то из гостей парка могла оставить равнодушным. Творческие локации, игровые площадки, крутые мастер-классы. Парк Зернова живет яркой, насыщенной жизнью. Перед творческим коллективом лесного царства всегда стоит непростая задача – удивить горожан, заинтересовать их для того, чтобы они возвращались сюда снова и снова. «Взять, допустим, масленицу. Масленица – это традиция. Но как ее сделать необычной? Вот в этом всегда у нас вопрос. Мы играем, если горожане замечают и локационными пространствами, да, меняются территориально какие-то, допустим, точки, переезжают. Благодаря тому, что у нас сейчас есть несколько площадок, да, которые мы можем использовать после реконструкции, нам стало делать это гораздо проще. Да, сценическая площадка у нас всегда практически переезжает». В этом году парк имени Зернова отмечает свое 75-летие. К этому событию сотрудники подготовились основательно. В последние выходные августа гостей парка ждет юбилейный марафон. Начнется он 25 августа с концерта на танцевальной площадке в 18.00. А в 8 вечера стартует фестиваль уличного кино. 26 августа в 11 часов откроет свои двери фестиваль «Дары лета». Его организуют ветераны и пенсионеры города. С программой можно ознакомиться в группе Центра развития культуры искусства ВКонтакте.